Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 ноября, Православная Церковь совершает память в честь святых бессеребренников Косьмы и Дамиана. Святые мученики, чудотворцы и бессеребренники Косьма и Дамиан, родные братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую кончину в Риме при императоре Карине. Воспитанные родителями христианами в правилах благочестия, они вели строгую целомудренную жизнь и были удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезни. Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. Святые обычно говорили больным, не своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, истинного Бога. «Веруйте в Него и будете здоровы». За бескорыстное лечение недугающих святых братьев называли безмездными врачами, то есть бессеребренниками. Действенное служение ближнему, духовное воздействие на окружающих, многих приводившее в Церковь, привлекло внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы воины. Услышав об этом, христиане просили святых Косьму и Дамиана укрыться на время ради тех, которые прибегали к их помощи. Но не найдя братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили святые. Тогда святые Косьма и Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них заложников. В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели в судилище. Святые братья открыто исповедали перед римским императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву языческим богам. Они говорили, мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, и не берем никакого вознаграждения за помощь больным, потому что Господь завещал своим ученикам – даром получили, даром и давайте. Однако император продолжал настаивать. По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на святаго Духа. Люди, видевшие чудо, восклицали «Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме Него». Многие, уверовавшие, просили святых врачей исцелить императора, и сам он умолял святых, обещая обратиться к истинному Богу Христу Спасителю. Святые исцелили его. После этого святые Косьма и Дамиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание болезни. Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до иступления этой коварной, все иссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав, и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители, святые братья Косьма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. Господь прославил своих угодников, и ныне по молитвам святых бессеребренников получают от Бога исцеление все с верою прибегающие к их святому заступничеству. Дорогие братья и сестры, всех, кто в крещении или постриге носят имена святых Косьмы, Дамиана, Иоанна, Александра, Феодора, Димитрия, Петра, Феодотии, Кириены, Иулиании и Елисаветы, я поздравляю с Днем Тезаимеництва. Пусть всемилостивый Господь дарует вам здравия телесного, мира душевного и всесильной помощи во всех ваших добрых делах и благих начинаниях. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok